Эта книга, самая любимая наша книга, потому что последняя книга всегда самая любимая. Эта книга написана для того, чтобы она сбылась, потому что у нас на двоих пятеро детей, и самое наше главное родительское желание на этот момент, чтобы дети хотели ходить в школу. Да. Ты расскажи, расскажи. Нет, тебе твоя очередь. И мы специально для этого написали книгу с таким фантастическим названием, и думали, что она не скоро сбылится, но она еще не успела выйти, а уже начала сбываться. Сейчас она уже успела выйти, слава богу, теперь она сбываться будет еще больше. Потому что, как выяснилось, есть такие школы, кстати, про первую из них мы узнали вот именно здесь, в лавочке детских книг, сидела читательница наша, которая сказала, да, у меня ребенок ходит в такую школу, в которую ему очень нравится ходить, там все необычно, там замечательные учителя, там предметы особенные. Мы сразу стали спрашивать, что за школа, давайте мы про нее расскажем. Но мама сказала, нет, не надо, там и так много желающих в ней учиться. И лишняя реклама этой школе совсем не нужна. Поэтому хотелось бы, чтобы школ таких просто было побольше, чтобы все желающие в них могли учиться. Мы очень любим учителей, тех, которые еще остались в школах, которые в состоянии учить, потому что на самом деле на них все держится, и от них зависят, это очень громкие слова, но от них зависит будущее, наше общее будущее, потому что пока от школы, как от системы, бреда гораздо больше, чем ходят. И все-таки хотелось бы изменить ситуацию. Ну и вот, в меру своих скромных возможностей. Все равно держатся на людях, даже какая бы система идеальная не была, какой бы не придумать гениальный какой-то там педагогический проект, но все равно его исполняют должны люди. И вот эти замечательные учителя, собственно, главный герой Тунной школы в этой книге, потому что она больше всего вызывает реакцию. Да, когда мы отправляли рукописи с читателем, мы просили посмотреть на характеры героев. Нет ли ляпов, соответствуют ли реплики возрасту, и вообще не накосячили ли мы именно с детьми. Все говорили, какие дети. Вот не о детях книжка, школа, вот что важно. На самом деле, по реакции на эту книгу мы поняли, что не одни мы. Это больная тема. Потому что у всех был один и тот же возраст. Ах, какая школа, я хочу в ней учиться. Ну, в общем, если мы ее смогли придумать, наверное, смогут придумать эти, от кого это зависит. Хочется в доверить. И может быть, не все дети должны учиться именно в такой школе, может быть, нужны еще какие-то школы. И третьи, и четвертые, и пятые, и десятые, они должны быть разные. Но самое главное, чтобы туда хотелось идти, потому что ребенок современный проводит в школе 5, 6, 7 часов. Реально он с учителями видится гораздо больше, чем с родителями. И если ему туда не хочется, если это в тягости, если это катастрофа, то человек привыкает с детства заниматься обеззаловкой постоянно. Это ужасно. От этого растают несчастные люди. Которые привыкают, что дело, работа, это то, что неприятно, тяжело и делаешь из-под палки. А когда делаешь из-под палки, ну, рабский труд он не производителен. А когда дети учатся, это и главная работа пока, да, пока они в школе. Когда они учатся с удовольствием, они потом и работать будут с удовольствием, и результаты у них труда будут. Реально выбирать работу они будут. Да, по душе они. Не то, что там мама сказала, бабушка насоветовала, и учительница приказала, а то, что реально нужно, нравится и хочется. Вот это было. За это хотелось бы выпить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова